МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вскоре после вашего рождения мы развелись, поделились сыновей, чтобы каждый воспитал по одному. Очевидно, мне не повезло с выбором. У меня есть брат-близнец. Брат-близнец? Приплюда? Шумный и яркий сезон летних блокбастеров продолжается, и на этой неделе за свой лакомый кусочек бокс-офиса поборются вездесущие миньоны и их угрюмый хозяин Гру в фильме «Гадкий я-3». Градец мой! Да какие-то там встретились! Да что ты, как неродной! Грядет третье пришествие. Многодетный суперагент, роковая красотка и бессменные миньоны на подходе. Готовьтесь, они будут править миром. Я позвал тебя сюда, чтобы продолжить семейный бизнес! Преступный ген у тебя от предков! Ты грунт, он бубз. С криминалом покончено. Я понимаю. Хм, интересно, что это здесь? Уже целых семь лет франшиза «Гадкий я» пользуется заслуженным успехом у зрителей и приносит студии Universal солидные дивиденды. Безусловно, основную лепту в популярность серии принесли непоседливые поедатели бананов-миньоны. Но вот если первые две части «Гадкого я» действительно были качественными семейными комедиями, то сольная картина о миньонах стала одним из главных киноразочарований прошлого года. Но вот сборы фильма превысили планку в невероятный миллиард долларов. Основной аттракцион третьей части – это близнец главного героя Гру по имени Дрю. Эдакая белая версия персонажа, одновременно похожая на Джейми Ланнистера, принца из Шрека и певца Николая Баскова. Стоять! Руки вверх! Нам бы тоже помыться. Нет, нет! Ого, Рок единорога! Я видел одного. А он был пушистый? Ещё какой пушистый! Прямо умереть не встать! Первые оценки западной прессы «Гадкого я» весьма впечатляют и оставляют надежду, что картина будет куда ближе к основной серии, нежели бессюжетные миньоны. А вот у нас с вами есть прекрасная возможность получить информацию из первых рук у нашего сегодняшнего гостя. Дорогие друзья, мы чудесным образом переместились в просторный синий зал кинотеатра «Родина», чтобы, как я уже сказал, поговорить о картине «Гадкий я-3». И в гостях у нас сегодня лирическая героиня песни «Девочка-интернет». Учительница иностранных языков, просто обаятельная, красивая девушка, которая, кстати, пришла, мне кажется, в костюме миньона. Да, я старалась. Евгения Николаева, привет-привет. Привет, Сереж. Посмотрели, значит, с тобой вчера фильм, вот, и что ты скажешь, какие у тебя общие впечатления? Ну, мне фильм очень понравился, единственное, немножко не хватило, но, как ты сам сказал, что раз не хватило, значит, все хорошо. Значит, хорошо. Мне вообще нравится «Гадкий я», потому что это такой мультфильм, который нравится и детям, и взрослым. Вот, например, даже мои родители, они смотрят и что-то для себя тоже там находят приятное, и дети смотрят, и он чему-то учит. Вот, наверное, все-таки это не самый мой любимый из трилогии. Мне, наверное, больше всего нравится вторая часть. Какая-то она наиболее сентиментальная, что ли. Но третья тоже хорошая. Единственное, мне, наверное, не нравится вот сам мультик про миньонов, потому что в нем нет вот этой... Я с тобой согласен. Там вообще сюжета нет. И там нет вот этой лирической какой-то составляющей такой душевной, за которую вот мне, например, и нравится этот «Гадкий я», эти семейные ценности, как они вот объединяются. Я с тобой полностью согласен, потому что такие персонажи, ну, персонажи, хохмы, назовем их так, их всегда надо давать дозированно. Как Джек Воробей в «Пиратах Карибского моря». То есть его, например, в первой части он был таким... Ну, он не двигал сюжет, то есть сюжет двигали Уилл и Элизабет, а он как бы отвечал за антураж, скажем так. Как только Джек Воробей становится главным героем, то же самое, что миньоны, становится слишком много безумия. Ну, все равно без них никак. Ну, это я... Они такие очаровашки. Здесь у них была своя сюжетная линия, здесь есть сюжетная линия ГРУ и сюжетная линия, ну, можно сказать, такая ответвление Люси, которая учится быть матерью. А какая линия тебе показалась наиболее интересной? А, ну и парень из 80-х, не помню, как его зовут. Ой, мне он очень понравился. Вообще, вот мне понравился этот стиль. Прямо так все выдержано. Я вчера сидела и думала, «Может быть, когда-нибудь у меня будет такой же дом». Все сделано такими цветами, и он прям в концепции 80-х. И музыка очень соответствует. Вообще понравился. Кто мне понравился больше, линия ГРУ или Люси, сложно сказать. Наверное, уже как-то смотришь на них, как на семью, как они развиваются, и взаимопомощь. У каждого свои проблемы, да? Да, у каждого. Как воронины. Агенты ГРЮСи вызов приняли. Да, подожди, как ты нас назвала? ГРЮСи. В смысле, Грю и Люси в одном флаконе. ГРЮСи. Прикольно, но не очень. Мне не нравится. Для детей это полезный мультфильм? Да, полностью. Я считаю, что это максимально полезный мультфильм. И родители могут пойти с детьми, даже с детьми, которые капризничают. Вот, например, там первая, вторая часть, была, мне кажется, более немножко трогательной, потому что у них не было семьи, и как-то... Ну, конфликта больше было. Здесь у них уже все нормально. Да, здесь у них как-то все нормально. И вообще, наверное, по этому фильму что так быстро проходит, потому что вот эта даже сюжетная линия конфликта с братом, она не сильная. Как-то хочется верить, что все равно все будет хорошо у них. А вот в предыдущих сериях, не знаю, они были какими-то более трогательными. И даже вот мне, хотя я уже взрослая, хотелось после этого просмотра выйти, позвонить маме, сказать, «Мам, я тебя люблю, хорошо, что у нас все хорошо». Он такой уютненький. Агнесс, ты что вытворяешь? У тебя же нет работы. Я хотела помочь. Не так много там было новых персонажей. Про злодея и про обставить свою жизнь в стиле 80-х мы уже упомянули. Там был брат-близнец по имени Дрю. Человек, значит, с интересной прической. На Баскова, мне кажется, он похож на него. Ну вот да, люди с такой прической, они вызывают три ассоциации. Я думаю, Басков, Джейми Ланнистер из «Игры престолов» в первых сезонах и «Принцесс Шрека». Интересный ли получился персонаж, по сути, антипод главного героя и вообще удачная ли это завязка, потому что это, по сути, весь сюжет третьей части, которая строится на нем. Ну, мне кажется, не на нем все-таки немножко строится, потому что вот их конфликт, сразу понятно, что он будет разрешен. Как-то он не полный антипод. То есть он вроде бы и антипод, то, что он более вроде как удался в плане материальном, но он не знаю. Ну, как Гру, только неуклюжий. Да, и вызвал там у отца разочарование тем, что не стал таким профессиональным преступником. Но, тем не менее, мне кажется, он такой положительный персонаж. Ух, попробуй в такого не влюбиться! Жаль волос, маловато! В «Гадком Я» всегда клевый саундтрек. Как он в этот раз? Да, он всегда клевый, но какой-то немножко проходной в этот раз, мне кажется. Если вот «Happy» прям такой был в тот раз. Ну, это вообще был хит, да. То в этот раз, там, по-моему, тот же самый Фаррелл, да, писал больше всего треков. Да, Фаррелл, как каждая часть. Но они какие-то немного идентичные. То есть они очень хорошо сочетаются с фильмом, их приятно слушать в фильме. Ну, вот сегодня я в машине сейчас их слушала, и как-то... Ну, то есть приятно их просто так послушать, но я не думаю, что они станут чем-то большим. Танцевальный поединок! Плохой ты танцор! Что мешает? Кому ты еще можешь посоветовать этот фильм посмотреть? Да всем. Ну, если вы, конечно, не какой-то суперсерьезный, злой, взрослый человек, который ненавидит мультфильмы... Как «Гыру» в первой части. Да, мне кажется. Тем не менее, такой фильм будет полезно посмотреть, потому что он научит вас ценить близких, все-таки делать то, что тебе ближе, и тем не менее, например, жертвовать ради семьи, как сделал это Грю. Возможно, ему хотелось быть преступником, но... Но он уже не может. Но он уже не может. Его семья как-то связала по рукам и ногам. Назад дороги нет. Но зато он приобрел нечто большее. Друзья, в общем, сходите на «Гадкий я-3». Действительно достойная новая часть в стиле «Гадкий я-1» и «Гадкий я-2». Если вам не очень понравились «Миньоны», это не значит, что франшиза скатилась. Просто вот эти вот, значит, желтые любители бананов, приспешники зла, просто они должны идти в комплекте со своим хозяином Гру, с его семьей, и тогда у них все получается. Так что за неимением вообще практически иных вариантов сходите на, наверное, главную мультпремьеру сезона и как следует проведите время с семьей. «Гадкий я-3». Кино с 29 июня. У меня тост. Спасибо, что уговорила меня на поездку. За нас. На экранах страны акули-триллер «Синяя бездна» от Йоханнеса Робертса. Серьезно, попробуйте. Это безопасно. Прошу на борт. Вон, смотри! Кейт, я что-то не уверена. Адьос. Вот чёрт! Боже мой, это невероятно! Давно закрытая, казалось бы, тема противостояния акулы и человека в прошлом году неожиданно воскресла в триллере «Отмель» с Блэк Лайвли в главной роли, который заслужил неплохие отзывы зрителей и, что самое главное, заработал приличные деньги. «Синяя бездна» пытается играть на этом же поле и развить успех. Что это было? Что? Господи! О, Господи, что происходит? Мы тонем! Нужно убираться отсюда! Я задыхаюсь, не могу дышать! Насколько мы глубоко? 47 метров! Мне так страшно! Главную роль в ленте исполнили Мэнди Мур, Клэр Холт и несколько опасных акул. Ну а в кресле режиссера постановщик низкобюджетных фильмов ужасов Йоханнес Робертс. Синяя бездна – это нехватающий звезд либо триллер, который, впрочем, выполняет свою главную функцию. Весь фильм вы будете кричать на экран, поражаясь тупости главных героинь, которые, к тому же, почти весь хронометраж проводят в аквалангах, что для картины с двумя молодыми девушками является несомненным минусом. Впрочем, как летнее развлечение длиной в полтора часа, синяя бездна может вполне подойти. Так что попробуйте дать картине шанс. Сегодня в программе несколько раз звучала шутка на тему причесок главных героев мультфильма «Гадкий я-3», поэтому мы совместно с мужской парикмахерской Биг Бро решили подготовить для вас список отличных картин про парикмахерские и парикмахеров. Пойдемте. Ну а начнем мы с отличной комедии «Парикмахерская» или «Барбершоп». Это кресло свободно? Да. Подровняй меня немного. «Парикмахерская» – это практически культовая серия фильмов в Америке и при этом совершенно неизвестная у нас, так как ни одна часть не выходила в российском прокате. Возможно, всему виной темнокожий колорит фильма, не особенно близкий и популярный в нашей стране. Здесь не слушают рэп раньше десяти часов. Спасибо. Оригинальный «Барбершоп» вышел в 2002 году и представляет собой типичную для нулевых ситуационную комедию, которую сейчас приятно смотреть как минимум из чувства ностальгии и чтобы полюбоваться на настоящий афроамериканский дрим-тим. В лице некогда участника скандальной рэп-группы NWA Ice Cube, комиков Энтони Андерсона и Седрика Развлекателя и певицы Ив. Мне нужно сделать объявление. Я купила бутылку яблочного сока, требую уважения к чужой собственности и запрещаю из нее пить. Картину снял режиссер Тим Стори, известный по американскому ремейку «Такси» и «Деология о фантастической четверке». Мораль фильма проста и оттого универсальна для любого времени. Люби свою семью и окружение, найди любимое дело и не забывай свои корни. У меня где-то был нож. Спустя два года на экраны вышло не менее успешное продолжение, а далее был спин-офф о героине Куэн Латиф и «Салон красоты» и третья часть «Прикмахерской», которая вышла на экраны в прошлом году и весьма здорово показала себя в американском прокате. Меня на днях чуть не ограбили, а меня ограбили дважды. Так во второй раз еще по шее получил, потому что все деньги первому грабителю отдал. Неа. Сильная девка попалась. К слову, фильмы о барбершопе всегда собирали преимущественно положительную прессу и хорошие отзывы зрителей. Так что рекомендую ознакомиться с тем, как орудуют триммером и ножницами настоящие суровые парни из Южного Чикаго. Парикмахер – уважаемая профессия. Когда-нибудь у меня будет своя парикмахерская. Такая же, как эта. А может быть и лучше. Продолжаем наш список великолепной фантазии от Тима Бертона Эдвард «Руки-ножницы». До того, как он появился в городе, здесь никогда не шел снег. А с тех пор идет. Если бы его там не было, не было бы и снега. Иногда я еще танцую в нем. Именно такими словами заканчивается пронзительная и трогательная сказка от Тима Бертона. Отчасти переработка книги о Франкенштейне, отчасти автобиография. Я не закончен. Фильм стал следующей работой режиссера после ошеломительно успешного в прокате Бэтмена. И, возможно, этот успех также повлиял на Бертона, который именно в этот период жизни решил снять одну из самых личных своих картин, которая также перезапустила карьеру начинающего Джонни Деппа. Ведь голливудские продюсеры видели его исключительно в роли красавчиков и бунтарей в подростковом кино. А потом она показала мне кладовку, где она сняла с себя всю одежду. А ведь студия планировала взять на роль Эдварда куда более популярного и востребованного на тот момент Тома Круза. Однако образ, созданный Деппом на экране, вошел в историю кино как настоящее чудо. Неловкое и растерянное существо, которое не успели доделать. Удивительный парикмахер, который в силу непонимания законов тесного мерка общества потребления становится монстром и изгнанником. Там кто-то в моей комнате. Иди посмотри. Убийца с ножом. Он пытался меня убить. Помимо блестящей работы Джонни, вы также можете насладиться великолепными ролями второго плана от Вайнона Райдер, Алана Аркина и легендарного Винсента Прайса, для которого этот фильм стал последним. Я знаю, что Рождество еще не наступило, но у меня есть для тебя подарок. Одним словом, нестареющая классика для всей семьи и на все времена. Простите, что опоздал. Привет, Эдвард. Извини, дорогой, мы начали без тебя. А ведь когда-то Адам Сэндлер делал классное кино. Не шутите с Зоханом. Чем думаешь заняться? Я бы хотел стать парикмахером-стилистом. Пожалуй, не шутите с Зоханом. Это одна из последних достойных комедий Адама Сэндлера классического образца. Да, его и тогда не жаловали критики, но раньше в фильмах Сэндлера не было настолько отталкивающих образов, абсурдного пошлого юмора и самого уставшего от бесконечных кривляний Адама. Так и не советую тебе дергаться, когда у этой милой женщины в руках острые ножницы. Она может отрезать тебе ухо случайно. После еще будут хорошие семейные сказки на ночь и прекрасная драмеди «Приколистые», после которого начнутся одноклассники, такие разные близнецы, пиксели, нелепая шестерка и прочие невыносимые картины. Но давайте вернемся к Зохану. Висеркицель, пострижемся. Это уморительный и абсурдный комедийный боевик, в котором бывший агент Массада начинает карьеру стилиста в США. А мне нравится. Но прошлое следует за ним по пятам. Мы его схватим, мы станем героями. По факту Зохан ценен в первую очередь тем, что это не очередной фильм со стандартом Амплуа Сэндлера, ленивого и не совсем удачливого мужика, у которого в итоге все получается, а по-настоящему проработанный образ головореза-израилетянина с добрым сердцем, который идеально вписался бы в линейку персонажей Саши Барона Коэна. Ну а Джон Туртура и красотка Эммануэль Шрики на втором плане только добавляют к картине баллов. Так что оцените эту легкую и простую в своем замысле комедию, когда захотите расслабиться и ни в коем случае не шутите с Зоханом. Стильный ретро от братьев Коэн «Человек, которого не было». Я работаю в парикмахерской, хотя никогда не считал себя парикмахером. Я просто попал сюда, а потом втянулся. «Человек, которого не было» — эта картина, незаслуженно неизвестная в нашей стране в силу ограниченного проката и черно-белого формата. Фильм представляет из себя экзистенциальный неонуар, являющийся вольной экранизацией повести Альберта Камю посторонней. Эту двухчасовую притчу об убийстве добродетелей и предназначении можно назвать квинтэссенцией серьезного направления творчества братьев Коэн, представленного в картинах «Фарго», «Перекресток Миллера» и «Старикам тут не место». Сколько они хотят, Дэйв? Десять тысяч долларов. Я не знаю, что делать это. Не представляю, что можно сделать. За человека, которого не было, они получили приз как лучшие режиссеры на Каннском кинофестивале, а также три номинации на «Золотой глобус». Но, казалось бы, при чем здесь парикмахерская? Однако вся эта запутанная история Эда Крейна начинается именно в парикмахерской в Калифорнии в конце 40-х, где главный герой трудился, пока к нему не постучался заезжий делец. Нет, не так быстро, брат. Здорово, да? Даже парикмахер купился. Картина может похвастаться блестящей визуальной составляющей, непредсказуемым и напряженным сюжетом и просто невероятным актерским составом в лице Билли Боба Торнтона, Фрэнсис Макдорманд, Джеймса Гандальфини и совсем юный Скарлетт Йоханссон. Мой отец всегда брал меня с собой, собираясь встречаться. Одним словом, если вы любите работы талантливых братьев и по какой-то причине оставили этот фильм незамеченным, то сейчас самое время восполнить пробел. Человек, которого не было. Последнее, что было у него на уме, это убийство. Ну и зачем включать в список только один фильм Тима Бёртона, когда можно взять два? Суинни Тодд, Демон-прикмахер с Флит-стрит. Теперь я Тодд, Суинни Тодд, который отмстит. Суинни Тодд – это одна из главных историй в мифологии Лондона. Появившуюся на страницах бульварного чтива в конце 19 века городскую легенду неоднократно экранизировали и ставили в театре. Но самая яркая, пышная, красивая и попросту самая популярная вышла из-под кинопера Тима Бёртона в 2007 году. И Суинни Тодд по Бёртону это настоящий праздник. Кто побреет? Быстрее и чище тот победитель. Мрачная атмосфера грязного и нелюдимого Лондона, великолепные песни и история, преисполненная драмы и уместного пафоса в каждом кадре. Признаюсь честно, это мой самый любимый мюзикл, в котором музыкальные номера выглядят максимально уместно, а за классическим сюжетом интересно наблюдать. Фильм принёс Джонни Деппу давно заслуженный золотой глобус, а также получил ещё один за лучший фильм в категории комедия или мюзикл. Мистер Тей, ты слушаешь, нет? Разумеется. Что я сейчас сказала? Как бы мне подобраться к судье? Помимо Деппа, в фильме снялись прекрасные в своих образах Хелена Боном Картер, Аллен Рикман, Тимоти Спол и Саша Барон Коэн. Помню, сиживал здесь и мечтал, как однажды стану мастерским бродобреем. Можно сказать, черпал вас вдохновение. И если изначально легенда о парикмахере-убийце была исключительно британским достоянием, то именно после выхода версии Тима Бёртона этот образ стал узнаваем по всему миру. В общем, даже не знаю, что ещё можно добавить, чтобы вы прямо по окончанию нашей программы побежали смотреть эту талантливую и зрелищную ленту, наполненную самой, что ни на есть, настоящей магией кино. Надеемся, вам понравилась наша подборка и вы проведёте вечер в компании хорошего кино. Ну а мужская парикмахерская Биг Бро, филиалы которой открыты уже по всей России, теперь вас ждёт и в Уфе в гости по адресу паркоменко131 на стильные стрижки и оформление бороды. Вот и всё на сегодня. Надеемся, вы хорошо провели время в нашей компании и посмотрите хорошее кино в ближайшие выходные. Вступайте в нашу группу ВКонтакте и подписывайтесь на канал Вимео. С вами была программа Кинофрэш. Увидимся в кино. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok